ДИОРМА ШОН ШАПРОН Сотрудничество Гомельщины подписало с местным самоуправлением области соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. На сегодня уровень сотрудничества Гомельской области и Венгрии нельзя назвать значительным. По итогам прошлого года взаимный товарооборот составил чуть больше 7 миллионов долларов. Председатель обл.исполкома Геннадий Соловей отметил, Гомельщина открыта для более тесного сотрудничества. На сегодняшний день в Гомельской области заключено 70 соглашений о сотрудничестве с 20 странами ближнего и дальнего зарубежья. Это вредит в открытости нашей экономики и готовности к платформному взаимодействию с зарубежными партнерами. Сегодня Гомельская область – это высокоразвитый регион Республики Беларусь, обладающий квалифицированными трудными ресурсами, значительным и научным потенциалом, привлекательными условиями ведения бизнеса, а также богатыми природными ресурсами. Еще одна важная задача – упрочнить контакты с уже существующими партнерами. Недавно заместитель председателя обл. исполкома Андрей Конюшко обсудил с коллегой из Армавирской области Армении условия сотрудничества двух регионов. К слову, еще в марте 2013 года был подписан протокол о намерениях сотрудничества между областями. Один из центральных пунктов онлайн-переговоров – поставки в Армению техники производства завода «Гомсельмаш», а также возможное усиление позиций гомельского предприятия на армянском рынке. «Гомсельмаш» имеет свое предприятие в Брянске, в Российской Федерации, в Казахстане, в Китае. Сейчас прорабатывают вопросы и с другими, и с африканскими странами. Поэтому два комбайна, не знаю, отработали ли они в вашей области, но по тому, как отзываются специалисты нашего центра комбайностроения, информация о их работе в вашей стране достаточно обнадеживающая для «Гомсельмаш». И они видят потенциал пока дальнейших увеличений поставок на ваш рынок. Для предприятия «Гомсельмаш» расширение внешнеэкономических связей имеет серьезное значение. Наиболее успешный пример международного сотрудничества завода – «Брянск-Сельмаш». Сегодня это один из лидеров российского рынка по производству сельскохозяйственной техники. «Гомсельмаш» принял в его создании самое непосредственное участие. Он же предоставил техническую документацию и помог организовать рабочий процесс. Производимые здесь корма и зерноуборочные машины называются, как и гомельские аналоги – «Полессия», но с приставкой «Десна». Ежегодно «Брянск-Сельмаш» поставляет в сельхозпредприятия России до 500 машин. «Брянск-Сельмаш» – это наше основное предприятие на рынке России. Помимо производства «Брянск-Сельмаш» и освоенных ряда моделей техники зерной и кормоуборочной техники, есть у нас и товаропроводящая сеть достаточно серьезная, более 40 дилерских центров, охватывающие практически все регионы Российской Федерации. Что касается взаимодействия кооперационных связей и поставок комплектующих, то основные комплектующие, помимо белорусских, у нас действительно российские. Это и металл, это и лакокрасочная продукция. Сложная эпидемиологическая ситуация – не помеха для конструктивного диалога между партнерами из разных стран. Непростые условия – стимул для поиска новых путей взаимодействия. Пример тому международная выставка «Весна в Гомеле», прошедшая в онлайн-режиме. В ней приняли участие больше 20 стран. Дистанционный формат не позволяет увидеть предлагаемый товар вживую. Однако это хорошая возможность раскрыть потенциал предприятий, расширить деловые контакты. Плюс изучить опыты других регионов по работе в условиях пандемии и в переходный период, при возвращении к обычному режиму. Приглашая регионы к сотрудничеству и к переговорам в этом году, мы им обозначили именно такую краткосрочную перспективу. И точно так же предложили обсуждать планы мероприятий на ближайшее будущее. То есть вторая половина 2021 года и 2022 год, потому что уже сейчас все приступают к тому, что формируют планы мероприятий. Нам бы очень хотелось понимать, куда двигаться, с кем двигаться, с кем эффективнее работать. Поэтому вот это самая главная задача, которую мы ставили на весну этого года. За первый квартал 2021 года экспорт товаров Гомельской области составил более 1 миллиарда долларов США. На 38% больше, чем в аналогичный период прошлого года. География внешнеторговых партнеров Гомельщины в этом году насчитывает 100 стран. Основным внешнеторговым партнером Гомельской области и перспективным рынком для поставок является рынок Китайской Народной Республики. По итогам первого квартала уже отгружена продукция на 30 миллионов долларов США. Поставки в Китае ежегодно прирастают. И первый квартал нам тоже об этом свидетельствует. Темп роста составляет 50% к уровню прошлого года. В настоящий момент на рынок Китая кредитовано 16 предприятий Гомельской области, 6 мясоперерабатывающих предприятий, 7 молокоперерабатывающих, 2 спиртопроизводящих предприятия Гомельской области и предприятия нашего «Спартак». Также известна на территории Китайской Народной Республики своей продукции. Среди дальнейших планов Гомельской области по развитию внешнеэкономических связей участие в восьмом форме регионов Беларуси и России в Москве. Пройдет он в конце июня-начале июля. Это новые контракты и новые возможности для предприятий области раскрыть свой потенциал. Николай Скинтиян, Евгений Макеенко. Новости недели.